Стандартное для каждого ребенка увлечение компьютером для пятиклассницы Анастасии Фоминой стало основой для будущей профессии. Девочка мечтает стать мультипликатором, а потому сейчас все свободное время она посвящает созданию мультиков. Придумывает сюжеты и персонажей, а с помощью высоких технологий фантазию воплощает в реальность. С помощью программы Microsoft Flash. Это покадровая анимация. Для начала нужно нарисовать объект, а затем нужно его анимировать. Зал СБ, зная элементарной азой компьютерных программ, можно легко создать мультфильм, но этого мало. Еще необходимо и творческое мышление. Хотя бы для того, чтобы нарисовать мультяшных героев, а также заложить определенный смысл в их действиям. Вот где проявляется детская изобретательность. Дети готовы всегда изобретать, только ими надо руководить. Их идея воплощается, подхватывать. С ними надо работать. И я хочу сказать, работать в одиночку. То есть, как говорится, лицом к лицу. В изобретении Егора Лесика также есть доля творчества. Но рассчитано оно больше для практических целей. Третьеклассник с помощью автомобильного воздушного фильтра решил защитить окружающую среду от вредных загрязнений. Такое устройство, рассказывает мальчик, поможет спасти воздух от едкого дыма продуктов горения из печки буржуйки. На втором классе я это придумал. Потому что тогда, три года назад, у меня дедушка умирала от рак легких. И мне мама сказала, что это все из-за плохой экологии. Подобные примеры показывают, что изобретательности детей нет границы. Главное, говорят педагоги, направить ребенка в нужном направлении. И тогда дети смогут придумать что-нибудь такое, что нам, взрослым, и не снилось.